Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ Доброе утро! У нас в гостях сегодня две Маши. Доброе утро. Доброе утро. Девочки, я хочу признаться вам в любви. Я была у вас на концерте 22-го числа. Я в восторге. Ну вы знаете, что вся наша бригада в принципе была. Это был просто фурор. Я думаю, что там рассказывать надо о новостях, я сама расскажу. Было круто. Зал ревел. Зал ревел. Послушать. Конечно. Вы такие молодцы. Просто вау. Я говорю, вот я давно не была по таким впечатлениям, как у вас на концерте. А мне постоянно наворачивались слезы. Что мама, что время, что теперь нас двое постоянно. Просто, просто браво. Такие вы молодцы. А потом, когда узнаешь, что все уже вы делаете сами, ну как это вообще возможно в нашем современном шоу-бизнесе? Друзья, это телерадиоканал Страна ФМ. Утро страны. Никита Некрасов, Лиза Калинина. Все на своих местах. У нас в гостях две Маши. Прекрасные, талантливые, замечательные, красавицы. Друзья, если вы нас слушаете и смотрите, и хотите, конечно же, задать вопрос девчонкам, заходите в группу Страна ФМ ВКонтакте. Пост уже закреплен там. Кстати говоря, уже со вчера пишут. Со вчера пишут, да. Все озвучим, что... Ой, да, много всего. Да, очень много написали. В общем, комплименты. Ну, задавайте, наверное, вопросы, чтобы девчонки ответили. Да, вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в группу Страна ФМ ВКонтакте и в WhatsApp Viber 8909-928-1899. Девчонки, вы у нас частые гости. И это, конечно же, в первую очередь от того, что мы вас очень любим. Это взаимно. Любим ваше творчество. И, в общем, спрашивать, по большому счету, уже все за предыдущие встречи. Да, мы уже все узнали. Хотели бы с вами поговорить о тех концертах больших, которые у вас прошли вот в последнее время. Какие-то в Москве, в Санкт-Петербурге. Мы следим за вашим Инстаграмом, в курсе всего. Но многие, может быть, не знают. Может быть, у кого-то нет еще Инстаграма. Вот для этих людей поделитесь, пожалуйста. Своими впечатлениями. Рассказывай, Машуль. Мы до сих пор, если честно, под впечатлением. У нас 20 октября был большой концерт в Санкт-Петербурге в клубе «Зал на ожидание». И 22 октября в «Известие» холл. Я до сих пор, если честно, не верю в то, что произошло. Был полный зал как и в Москве, так и в Питере. Мы до сих пор в состоянии... Аффекта. Аффекта, да. Это уже прошло. Мысли не покидают. И, конечно же, мы уже думаем о следующих концерах, что нужно. Не останавливаться, продолжать брать новые высоты. Вот о чем я говорила. Ведь все делаете сами, по факту. Абсолютно. Не только, я имею в виду, работу музыкальную ведете, но и такую. Продюсируем. Организационную. Да. Как вы распределяете обязанности сейчас? Потому что успех, он уже идет и достаточно быстрый. Вот как у вас... Вы все делаете вместе? Да, абсолютно верно. Не делите обязанности? Мы делаем все вместе. Нет, ну, например, мы садимся, распределяем дела. Роли. У нас список дел. Даже вот список у нас есть дел. И я говорю так, вот, Маша, вот давай, это ты сегодня, это я. Ну, вот как-то так, чтобы структурировать, господи. Ну, обычно дела меняются, естественно, они прибавляются, разные, и мы делим пополам, чтобы... То есть четких обязанностей именно, что там, например, Маша пишет только посты в Инстаграм и ВКонтакте, такого нет. Просто вот у вас успех такой достаточно яркий, быстрый. Ну, то есть вот вы даже говорили на концерте о том, что буквально там год назад был такой зал, теперь вообще все знают, все, причем без особой какой-то рекламы, люди идут, знают, в курсе и любят. Ну, пока еще не совсем все знают. Ну, нет, ну, приятно, действительно. Зато аудитория определенная, это что же важно. Она расширяется аудиторией, каждый день появляются все новые и новые люди, и что очень нас радует, что они реагируют именно на музыку и на тексты, потому что сейчас огромный объем информации. Да-да. И музыка. И, помимо этого, всяких скандалов, зрелища и так далее, что люди очень любят, но мы очень рады, что они в нашем случае любят именно музыку. Да, у нас другого и нет, собственно, правой музыки. Скандал. Что еще? Скандал, да. Девочки, я часто смотрю ваши прямые эфиры, где вы поете совершенно прекрасно, мне кажется, это такая отличная фишка, которую я ни у кого не наблюдал. И я что наблюдал, люди пишут в комментариях, приезжайте туда, приезжайте сюда, пожалуйста, девочки, мы вас ждем. Казань, я видел, что вы отвечали, что давайте, организовывайте, мы приедем. Что нужно для того, чтобы вы приехали? Вот. Вот у нас 3 декабря будет наш первый концерт, организованный нашими поклонниками в городе Екатеринбург. Вот. Что эти поклонники сделали, чтобы вы приехали в этот город? Это потрясающе, какой-то флешмоб образовался. Уже флешмоб пошел по городам. Образовалась группа людей, немаленькая, которые организовали концерт. Потому что когда люди пишут, ну вот почему вы только в Москве или Петербурге приезжаете к нам, то есть люди не понимают, что это не то, что мы не хотим к ним. Конечно. Это же ряд организационных вопросов, то есть нужно нас привезти. Естественно, это какие-то финансовые вложения, поэтому люди вот так вот организовали, сделали в группу Инстаграм, туда стали добавляться, добавляться. Девушка-инициатор Татьяна создала группу, собрала всех людей. Фантастика нет, таким не встречалось. Обычно организаторы вывозят артестов, а тут как бы поклонники вывезли. Я, честно, первый раз такое вижу. Это здорово. Нам пишут люди, вот как раз, еще раз напомню, 909-928-1-89-9, WhatsApp, Viber, SMS, группа ВКонтакте, страна FM. Машули, родные, видите, как вам люди обращаются. Вопрос такой, а что необычного вам дарили поклонники? Концерт в Екатеринбурге. Все, что нам дарят поклонники, это все необычное и необычное. Да, концерт в том числе. Все подарки всегда настолько креативные и необычные. И нужные. Ну, я сейчас буду очень долго перечислять, потому что у нас с каждым концертом наш список. В общем, вы и довольны. Мы и довольны. Просто, знаете, когда, если бы, например, он был один необычный, то он бы мне сразу пришел в голову. А тут их достаточно много необычных. Вот сейчас вспомнила, у нас есть такая песня под названием «Звезды». Сделали «Звезду», написали текст песни. Или, например, сделали тоже плитки, которые, кстати, можно в стену. Или в ванну. Это тоже люди, звезды, семенами. Ну, в общем, много-много всего. Заботиться. Картина была из наших изображений. Здорово. Ну, вот давай перейдем, потому что у нас по курсу прям премьера. Сезоны. Песня «Сезоны», да. Расскажите, пожалуйста, об этой песне. Что это такое? Когда была написана? Как? И так далее. Она была написана сравнительно недавно. Недавно, да. Перед концертом нашим. Да, практически перед концертом. И вот лирик-видео, которое мы сейчас увидим, было сделано буквально месяц назад, мне кажется. После концерта. Мы поехали в сказочную поездку в Италию, в Тоскану. Это вот где вы в кабриолете едете? Это то? Нет, не то? Нет, это мы снимали крипто-другу. Да. Я понял. И мы сели в тосканском поле, поставили айфон, и, собственно, вот вы сейчас увидите, что получилось. Да-да-да, это я тоже видел. Это лирик-видео, это не клип. А ожидается ли видео полноценное? Да. Следующий вопрос, вытекающий. Вообще много планов на видео, и не только на эту песню. Ожидается. Ожидается. Это здорово. Вообще, девчонки, к нам пришли с этой премьерой, так скажем. Она у нас прозвучит сейчас на телерадиоканале «Страна Айфм». Пока есть время. У вас такое сейчас, мне кажется, уже в хорошем смысле... Вы знаете, как стартап перешел в настоящий бизнес? Вы очень заняты сейчас. То есть у вас, правда, очень много таких дел, маленьких, бывает так, что не хочется делать, или нет? Вы всегда этим горите, энтузиазм, мотивация не падает. Поделитесь советом. Горим, конечно. Дайте. Все время в действии. Я думаю, что как раз-таки из-за того, что мы этим горим и живем этим, все было бы гораздо медленнее. А не отбирают вот эти дела продюсерские, так скажем, от музыки, текста, стихов? Ну, так как мы начали сразу вот именно в этом режиме, то я сейчас, в принципе, мне не с чем сравнить, и я уже в этом режиме настолько как бы как рыба в воде, что... Ну, конечно же, будет команда, будут помощники, я не откажусь, естественно. А, то есть все-таки мысли такие есть. Ну, конечно, чем мы будем становиться там, да, расширяться? Это уже именно организационные вопросы, но вот именно продюсирование проекта, то есть что это в плане творчества, в плане нас, что мы несем, это, конечно, мы. Это, конечно, за нами, да. И никто, кроме нас, этого не сделает лучше, чем мы сами, потому что у нас концепция, мы сами пишем песни, музыку, то есть это все настоящее. И как бы я не представляю, как приходит человек и говорит так, сейчас будет по-другому. Нет, ну это, конечно, нет. А где взять на все вот это вот силы? Вот где вы, вы все сами, где вы черпываете силы? И время лечит. Может быть, и молодым артистам, которые тоже сейчас начинают и думают, смотрят нас, слушают, вот как совет. Мне, честно, кажется, все вот из головы и от сердца, от любви и от добрых положительных мыслей. Ну, мне кажется, еще как-то своевременно все должно быть, да? Вот должен прийти такой момент. Ой, вы же тоже как-то познакомились, все это пошло. Раньше же были другие немного сферы. Да. Ладно, давайте познакомимся с новой композицией. У нас в эфире сейчас прозвучит песня «Сезоны», лирик-видео. И напоминаем наши контакты. Куда писать? Да, 8909-928-189, это WhatsApp Viber, группа «Страна FM ВКонтакте» работает, там все функционирует. Ну и, друзья, я вам хочу сказать, голосуйте за эту песню, чтобы она попала в хит-парад побыстрее. Да, это возможно. Конечно, возможно. Ну что, друзья, слушаем, смотрим, поехали. Дождливое лето, дождливая осень, любовь без зонта промокла насквозь все странные мысли. Быстрые числа, все за секунду, быстро и чисто. Остановиться, дышать тишиной, только не сбиться, найти свой покой. Укрыть одеялом, сердце от ветра, номер забыт, и звонки без ответа. Где наше лето, там вечно зима, замерли клетки души и тепла. Где наше лето, там вечно зима. Когда снег растает, станем ближе, весенний дождь так стучит по крыше. Кто-то спросит, где нас носит, а мы с тобой из этого осень. Холодные взгляды, желтые листья, снег заметал нас белыми кистями. Скоро растает, выглянет солнце, сердце забьется в ритме бессонниц. Остановиться, дышать тишиной, только не сбиться, найти свой покой. Укрыть одеялом, сердце от ветра, номер забыт, и звонки без ответа. Где наше лето, там вечно зима, замерли клетки души и тепла. Где наше лето, там вечно зима. Когда снег растает, станем ближе, весенний дождь так стучит по крыше. Кто-то спросит, где нас носит, а мы с тобой из этого осень. Снег растает, станем ближе, весенний дождь так стучит по крыше. Кто-то спросит, где нас носит, а мы с тобой из этого осень. Субтитры создавал DimaTorzok Кто-то спросит, где нас носит, а мы с тобой из лета восемь Снег растает, станем ближе, синий дождь так звучит по крыше Кто-то спросит, где нас носит, а мы с тобой из лета восемь Снег растает, станем ближе, синий дождь так звучит по крыше Кто-то спросит, где нас носит, а мы с тобой из лета восемь Друзья, две Маши. У нас в гостях сегодня телерадиоканал Страна.ФМ. Никита Некрасов, Лиза Калинина в студии. Пишите, задавайте свои вопросы скорее, пока есть такая возможность. Группа ВКонтакте Страна.ФМ, а также WhatsApp Viber 909-928-189-9. Мы ждем ваших сообщений. Ну что, Никита, люди пишут комплименты. Люди пишут. Машеньки с нетерпением будем ждать. Это вчера написали. Вот некий, я не знаю, может быть, вы знаете, Тоха Хам Пишет. Давно знаю девчонок. Очень хорошие люди. Ого, привет, Тоха. Тоха, я, ну вот, не знаю, у Тохи что-то в профайле одни мотоциклы и автомобили. У нас приходит, на самом деле, очень много вопросов, надо выбирать, но такие интересные есть. Вот если бы Машули все-таки к вам так обращается, вы могли бы вернуться в прошлое на одни сутки. Какой день выбрали бы вы для этого? Ого. Вот. Не знаю, если бы это о таком задумывается. Но вот здесь не уточняется, в свое прошлое ли? Или не в свое, да? Ну, нет, может быть, в прошлое в истории, там, с Петром Первым пообщаться, например. Знаете, давайте вот первое, что в голову пришло. Я увидела себя в детстве, еще дошкольном возрасте, вместе с моей бабушкой, которая меня закаляла, и я бегу босиком по снегу. Пасая. Пасая, кстати, да. Да, вот такой кадр я увидела, я бы очень хотела в него вернуться. Здорово. Да, на самом деле, я присоединюсь к Маше. Мне кажется, самые яркие воспоминания, я часто об этом думаю, это именно из детства, с бабушкой, с дедушкой, со всей семьей, когда вы собираетесь всей семьей, круглый стол, какой-то праздник. Этого очень не хватает сейчас, то, что все заняты, работа. Я бы вернулась в детство. Вы вообще транслируете через свои песни, и вот опять вернусь к концерту, такое достаточно теплое отношение, что люди, будьте добрее, серий. Очень долго вы обе, вот особенно Маша, я знаю, в этих всех глобальных проектах, шоу-бизнес, где там все как в спорте, где очень большое соревнование. Вот как ты опишешь сейчас ситуацию? Есть ли настоящие друзья? Есть ли дружба? Конечно, есть. Все очень большая конкуренция, это давит. Вы знаете, во-первых, я никогда не отличала шоу-бизнес от любого другого бизнеса, это все одно и то же. Ну, в принципе, да. Никакой разницы нет, люди все одинаковые. Дружба существует, но это крайне редкое явление. Все-таки редкое. Да, поэтому если у вас есть двое, даже если у вас есть один друг, именно друг, я сейчас не про приятельские отношения, а такие очень близкие, то это большое счастье. Но я в это верю, конечно, и в нашей творческой сфере тоже я в это верю, безусловно. Ну да, просто даже когда приходили артисты, вот шел ваш клип «Время», я помню, и говорили, блин, какие девчонки классные. Да, они хорошие. Спасибо. Спасибо. Просто это очень нечасто слышишь, да? Нечасто слышишь. У нас все хорошие. У нас все хорошие. А я вот в продолжении темы друзей хочу спросить. Никита, у нас один мужчина в цветнике. Я вообще кайфую. Если есть друзья именно в среде шоу-бизнеса, сейчас так модно делать какие-то коллаборации, модным словом это называется. Дуэтики. Вот к нам, допустим, приходил Леголайз, который вдруг сделал электронную песню с Филатовым и Кэросом. Нет ли в планах, в мыслях с кем-то... Вот у нас с Машей коллаборация. Нет, ну со сторонними, я имею в виду, артистами. Пока нет. На самом деле пока нет, вот честно. Вот вы у нас в... Вообще ни о ком не думали. В абсолютном слухе с Митей Фоминым звучали. Да, сегодня мы оценили. Может быть, с Митей что-нибудь сделать совместно. Если предложат. Знаете, пока вот не было таких мыслей, мы как-то... Не только потребность. Возможно, конечно, случиться мы этого не отрицаем, но пока мы об этом не думали. У нас, надо еще обозначить нашим слушателям и зрителям, одна Маша ответственна за музыку, другая за тексты, преимущественно, да? Вот Маша, которая за тексты. Как к тебе приходит вдохновение? Иногда так пронзительно, и в точку скажешь ты. Время-время. Вот я всегда задаюсь вопросом, действительно, откуда это, честно. Я точно не могу сказать, откуда. Ну, да, я думаю, да, конечно, это какое-то волшебство, и невозможно ответить, вот откуда это. Ну, например, можно что-то увидеть. Например, я могу увидеть что-то на улице, и меня это сподвигает написать. А могу и ничего не увидеть, во сне проснуться и услышать в голове. То есть это всегда по-разному. Просто, мне кажется, люди же всегда ждут, когда у них грустное настроение, они включают радио, чтобы вот песня им что-то сказала такое, как гадание своеобразное. Вот, кстати, я раньше думала, что тоже вот лучше погрустить сейчас придет, а на самом деле нет. Вот приходит внезапно, в любой момент, и можно увидеть и положить. В хорошем расположении духом даже, да? Да в разном, мне кажется, расположении. Конечно, абсолютно все может вдохновить. Во всяком. Например, наши беседы сегодняшние мне тоже может вдохновить на прекрасную песню. Это если мы себя хорошо будем вести. Для Маши и Лизы теперь на строе. А есть какие-то места силы, вот, где действительно и вдохновение, оно... Я просто тоже занимаюсь творчеством и понимаю, что, ну, не всегда внешние обстоятельства способствуют. Место силы у нас кухня. О, прям вот у нас родился на кухне, сидели, и, в общем, там случилась первая песня. Все это как-то внезапно произошло, и изначально начиналось все с шутки какой-то. То есть мы до сих пор смеемся над своим названием. Две Маши, то есть вот как вообще можно было придумать назваться Две Маши. Ну, просто вот решили не думать долго. Маша, Маша, Две Маши. И причем, когда мы куда-то приходили в гости, Две Маши пришли. Ну, окей, вот, собственно, оттуда все и пошло. И также, конечно, место силы — это путешествие. И, безусловно, самое большое место силы для меня. Но пока что я еще не открыла другого места силы, поэтому каждый год зимой возвращаюсь именно туда и не могу пока сменить другую локацию, хотя очень хочется. Это один замечательный остров, да, в Таиланде. Вот там всегда мы возвращаемся, две-три песни с собой обязательно проводим. Причем более того, мы там познакомились, на этом острове. А что вместо силы, да, вот очень правильный вопрос был. А можете себе позволить такой долгосрочный отпуск или нет? Ну, долгосрочность, долгосрочность. Но если родин, кто-то вот на 3-4 месяца уезжает, мы вот себе максимум 3 недельки можем позволить. Но все-таки получается, если повезет. Сейчас уже плотный график, да, уже так. Но мы в январе все-таки мечтаем. Новый год, плотный график. В январе. В январе, вишь, получаем. В январе, да, когда люди приходят в себя после новогодних праздников, артисты выезжают отдыхать. Это правда. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, если описывать вашу аудиторию, то кто преимущественно откликается? Молодая парня, девушка или такого нет? Ну, вы же делаете какой-то, ну, срез, что ли? Можно сказать, да, целевая аудитория. Это если вот общую массу взять, это где-то от 25 до 35. Пяти, да. Но при этом к нам приходят и семьи с детьми, к нам приходят уже и люди взрослее. То есть вот как-то так. С каждым концертом мы видим, что она расширяется, и диапазон возрастной расширяется, что, конечно, нас очень радует. Очень. Ну, что я оценила на концерте, вас реально знают. То есть нет таких людей, ну, так сказать, зазалетных. Люди знают, куда они идут, они знают все песни, они реагируют на каждую вашу подводку. То есть это... Мы это очень ценим. Как будто вы-то уже, не знаю, Радхача и Пайпера, которые там отмечают 20-летие. Спасибо большое. Ну, то есть люди, правда, знают. И когда узнают, что вам там всего лишь... Два года. Два года? Да. Ну, хотя это уже, да, уже нормально, уже результат. С кем бы западных артистов хотелось бы выступить, допустим, на одной сцене? С кем бы что? Из западных артистов. Выбирай. Ой, ну тут я могу сейчас просто список вот такой вот разложить. Давай, назови парочку. Давайте два. Ну, мне вот пришел почему-то в голову, ну, не почему-то, я обожаю Сила. Да. О, да. Да, я обожаю Стинга. Да. Однозначно. Джастина, наверное. Итак, Джастина, да, безусловно, Джастина Форелла. Ну, вот и определились. Шаде. Ну, мы им передадим обязательно. Да, пожалуйста. В следующий раз, когда приедут, они обязательно звали вас к себе. Скоро вернемся, друзья, оставайтесь. Утро страны. На телерадиоканале Страна ФМ. Ну, вот Егор Критцев не туда смотрел, говорит, мало. Мало, мало. Да, а у нас целых две в студии. Две Маши. Друзья, просим любить и жаловать, задавать свои вопросы. Группа Страна ФМ ВКонтакте, а также 8909-928-1899. Если есть что спросить, две Маши обязательно вам ответят. Да, пишут нам люди. Привет из города Владимира. Обожаю, обожаю песню босая. Очень любим, мы ждем следующего концерта. И вопросы такие, а как снимали, как снимаются ваши клипы и какой самый любимый? Ох, сложный вопрос. Снимаются они по-разному, то есть... Я тоже не знаю, что добавить. Разные режиссеры всегда по-разному, и любимые все, честно. Каждый клип любимый, я не могу выделить. Какой-то формулы нет. У меня каждая песня любимая, каждый новый клип любимый, и так всегда. Вот, например, если брать последний клип «Время», который был у вас недавно в эфире, мы его снимали в Черногории, в старом городе Котор. Очень красивый. Снимала наша прекраснейшая подруга, очень талантливая Ксения Мамаева. То есть у нас был один человек в команде. Это Ксюша со своим фотоаппаратом, который все сняла вот своими двумя руками, без специальной бригады людей, со светом и так далее. В общем, человек сам все это сделал. Мы бродили по городу, придумали сценарий, и получилась вот такая вот история, которая прямо вот такой огромный отклик получила от зрителей, слушателей. Очень приятно. Тут какие-то вам сокровенные вопросы приходят. Я не знаю, что это значит. Маша Зайцева, вы успели приготовить, попробовать в этом году папоротник? Почему я этот вопрос задаю? Интересный. Я думала, Маша, ты поймешь? Это не восточное блюдо. Как интересно. Я вот как-то не припомню, что я... Может быть, грешила папоротником. Может быть, где-то в каком-нибудь... Может быть, просто Т9? Может быть, Т9. Может быть, Т9. Остается догадываться, что имели в виду. Девчонки, ну что, у нас остается не так много времени. Какие планы на будущее? Где вас смотреть, увидеть, что проанонсируете нам? В Екатеринбурге нас смотрят и слушают. В Екатеринбурге, да. Вот мы будем очень рады всех видеть 3 декабря на нашем концерте. Вся информация есть на нашем сайте 2маши.ру. Там есть раздел афиши. И также у нас будет квартирник в Москве. По традиции уже. По традиции 23 декабря. Правда, по-моему, на него уже нет билетов. Ну, либо... Вот. Может быть, остался один. Двое в коридоре под вешалкой. Два шальных билета. Где-нибудь на коврике через глазок. Слушайте, ну а поклонники уже ждут через черный выход, вот, ждут там, что-то спрашивают. Ждали, но после известий мы не знали об этом. Мы выходим, там стояло, я не знаю сколько, 20-30 человек. Ну, стояли люди, да. Стояли люди, мерзли, ждали нас. Мне так неудобно среди ними было. Если бы мы знали, мы бы как-то вообще бы еще быстрее все это, собрали бы все вещички свои. Есть какая-то от этого неловкость? Или вы уже чувствуете себя, ну, пора, пусть узнают. Пусть знают, что мы долго можем. Неловкость, знаете, когда ты, например, не успеваешь с людьми сфотографироваться. Пообщаться. И пообщаться, конечно. Потому что если это большой концерт, то, конечно, это нереально спуститься вниз. И с таким количеством людей сфотографироваться. Потому что, ну, там и площадка закрывается, и всякие технические моменты. Но мы периодически делаем квартирники. Там такой узкий круг людей. И вот есть возможность вот в таком формате все-таки со всеми сфотографироваться. И перекинуться в фразы какие-то уже, да? А квартирник организовать легче, чем концерт? Ну, это опять-таки тем людям, кто хочет вас к себе заполучить в свой город. Квартирник легче. Вот, друзья, если хотите, чтобы две Маши к вам приехали, организовывайте квартирники, да, действуйте. Действуйте. Маша нам показывает, что надо действовать. Конечно. А дело, дело, дело. Мы вам хотим пожелать, чтобы вы и дальше продолжали нести вот это знамя добра. Спасибо. Хорошая музыка, что важно. Потому что такая потрясающая теплая аура от ваших песен, от вас и от вашего творчества в целом. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Мы вообще, мы вас очень любим. Мы вас тоже любим, но и взаимно. Это весь взаимно, как приятно. Ну что, друзья, мы прощаемся с вами. Две Маши были у нас в студии сегодня. Все прекрасно, да. Ненадолго. А мы продолжим. Скорее мы будем заниматься. Оставайтесь с нами.